МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Незатейливый текст, качественно обработанная фонограмма, грамотный пиар. Так деятели отечественного шоу-бизнеса оптом фабрикуют и зажигают новых звезд российской эстрады. Но наряду с этим есть исполнители, которые не срывают аплодисменты массовой аудитории. Они поют вживую для искушенного зрителя. Так что же заставляет этих людей заниматься классическим вокалом? Не углубляться в дебри шоу-бизнеса и постоянно оттачивать свое мастерство? Сегодня мы ненадолго окунемся в мир классического вокала и познакомимся с теми, кто уже сделал главный выбор в своей жизни. Академическое пение – их будущая профессия. С вами Ольга Коробова, и вы смотрите программу «Степень культуры». Анжелика, как ты поняла, что академическое пение – это твоя профессия? Ну, изначально к этому сподвигла, конечно же, любовь к музыке. И с детства моей мечтой было именно петь. И, послушав академическое пение, оно, конечно же, привлекло к тебе внимание именно тем, что это серьезное искусство, требующее определенного вложения сил, энергии. Это музыкальность, потому что любой вокалист – это в первую очередь музыкант. И хороший вокалист, конечно же, это умный вокалист. Есть голос, вот я слушаю, допустим, на первых этапах, есть голос, все есть. Но второй, третий, второй, первый курс показывает, что человек не умеет работать, не умеет трудиться, не умеет самостоятельно трудиться, ждет, чтобы мы ему сделали, чтобы мы ему поставили, а не получается так по жизни. Труд, и труд, и труд для нас очень важны. Изначально, вообще, музыкой занималась, ну, со школы, как со школы искусств. Вот, затем я поступила, закончила школу с золотой медалью, поступила в медакадемию, и я поступила сразу в три медицинские академии. И выбрала именно Тверскую, потому что меня заинтересовало, что здесь ставят опереты. И когда я пришла на первый курс, у нас была потрясающая директор культурного центра, Люсия Максимовна Петровская, я начала у нее заниматься классическим вокалом. Вот, и, ну, как бы, естественно, она это меня притягивала, она очень много в меня вложила, как преподаватель, как человек. И вот, ну, на четвертом курсе ее, к сожалению, не стало, и, как бы, дальше бросить заниматься вокалом я не смогла. Вот, когда я выхожу на сцену, я чувствую необъяснимую энергию просто. И это, все это мне очень нравится. Я хочу что-то, я постоянно выступал. Не знаю, я этого получаю энергию. Мою любовь начиналась с пения, с детства. Ну, из школы, там, из детского садика. Я постоянно там в концертах, в конкурсах участвовал. В симфоническом оркестре еще выступал. А в твоей семье кто-то занимается музыкой еще? Ну, он занимался, мой тет занимался, но так нету. Воротился ночью мельник. Жонка, что за сапоги? Ах, ты, пьянень, тебе зенень, где ты видишь сапоги? И пути тебя лукавы, это ведра... Лиза, расскажи, почему ты начала заниматься музыкой? Ну, моя любовь к музыке начала проявляться еще в самом детстве. Когда мне было два года, мама, укладывая меня спать, пела мне песни. И, ну, смотрит, я уже вроде как заснула, перестает петь. И я так приоткрывала глаза, на нее косо смотрела и говорила, пей. И сейчас она мне расскажет, что я ее очень мучила этим пением, заставляла постоянно петь. Вот. Ну, я с детства очень любила музыку. В детском садике тоже постоянно пела. Мама приходила, когда меня забирать, ей могли сказать, ой, что-то Лиза сегодня не пела, наверное, она заболела. Ну, то есть, я не пела либо потому, что я заболевала, либо потому, что у меня совсем не было настроения. А в остальное время я постоянно пела. Семья моя, это... Ну, все музыканты. Я воспитывалась в такой семье. И мне были привиты любовь к музыке, любовь к исполнению. Я считаю, что музыка – это просто моя жизнь. Нет, ну, конечно, данные я могу сразу определить. Мы же пока, когда они к нам приходят, мы их прослушиваем. И по тому качеству голоса мы и берем, которые, в общем-то, у них приходят. Вот. Но будет ли он певцом, мы определить не можем, потому что певец – это очень такое емкое слово, а тем более оперный певец. И оперный певец становится... Мы не можем определить даже после окончания училища, потому что как человек будет развиваться после окончания... У нас в училище только начальная стадия. Самая ранняя, самая маленькая, но самая нужная. Да? Мы должны дать предпосылку для того, чтобы человек захотел им быть. Академический вокал – это наитруднейший вокал. Если им в полном объеме овладеешь, то все остальное покажется легким. Академическое пение – пение по правилам. Его также называют бельканто. От итальянского бельканто – красивое пение, характеризующееся плавностью перехода от звука к звуку, красивой и насыщенной окраской звука. Академическая школа пения раскрывает максимальные возможности голоса. Технику пения составляют четыре элемента – вдох, выдох, гласное и согласное. В процессе пения участвует все тело, но особенно мышцы лица, гортани, диафрагма, пресс, спина. А чем отличается академический вокал от эстрадного? Академический вокал, во-первых, делает звукоизвлечение правильным, дает полетность голосу, объемность, развивает обертоновый звукоряд, делает тембр еще более красивым, нежели дала его природа, развивает определенное мастерство сценическое, актерское. Все это основывается на классике, на литературе определенной, которая несет в себе, конечно, глубокий и содержательный смысл. Кстати, о вживании в роль. Как тебе это удается? Ну, с самого детства мой педагог Марина Дзима Нурматова учила меня, что как только я взяла произведение, нужно сразу узнать о нем как можно больше, чтобы лучше вжиться в роль, и нужно, естественно, представлять себя на месте того или иного героя, чтобы лучше прочувствовать все его переживания, все его душевные качества. Русская вообще музыка – это вокальная музыка, это основа нашей всей русской культуры, потому что это изначально пошло от Глинки, все становилось, это первая опера Глинки, первые оперы Глинки пошли, это неотъемлемая часть культуры, это базис огромный, то есть без которого невозможно совершенно ничего, как мне кажется. И вот одна тяло и милости, как мимородное виденье, как гений чистой красоты, как гений чистой красоты. Марина Владимировна, скажите, как вам удается раскрыть творческий потенциал ваших учеников и найти подход к каждому из них? Творческий потенциал не открывается в один день, это большой трудоемкий процесс. Все годы учебы в училище, и дальше он продолжается длиться, даже когда они все становятся мастерами своего дела. И найти подход к каждому студенту, это в принципе моя обязанность, это моя работа, и я люблю эту работу, а открывается индивидуально с каждым учеником. Хочется, чтобы и педагог, который вкладывает в свою душу, ведет тебя в нужном направлении, остался в итоге горд за тебя, и плюс собственная внутренняя уверенность. Когда ты выходишь на сцену, как ты справляешься с волнением? Ну, на самом деле, чтобы перебороть волнение, достаточно просто думать не о том, что вот в зале сидит куча народа, смотрят на тебя, а нужно думать просто о музыке, о том произведении, которое ты поешь, нужно заранее вживаться в роль, и тогда уже выходишь на сцену и не чувствуешь никакого волнения, только восхищение, что ты вот поешь. Кстати, вот большая проблема – это надо исправлять, надо чаще репетировать, заниматься, чтобы, выходя на сцену, у тебя не было волнения. То есть нужно больше выступать? Ну да, надо чаще выступать, чтобы уже привыкать, потому что в классе по-другому, немножко там, только преподаватели. Нужно быть фанатом этой работы. Для меня это огромная, как бы, музыка – это жизнь, то есть, которую нужно прожить. Как вы считаете, что притягивает людей к жанру академического пения? Вы знаете, дело в том, что вот, допустим, меня, что притянуло? Я всю жизнь пела. Пела, когда была маленькая, такая в садике. И там, к какому я пению приду, к академическому или другому, но вот так сложилось, что мне больше по внутреннему моему состоянию нравится вот это вот пение, которое называется академическим. Я же раньше не думала, академическое оно или другое. Мне нравились опереты, я их всегда пела, когда была маленькой, когда мы с папой в машине ехали, когда я была на природе. То есть пела и пела. То, что мне нравилось, мне нравилось опереты. Я всегда ее пела, до сих пор знаю. И опера то же самое. Опереты, опера, это как бы одно академическое направление. И поэтому я считаю, что и дети мои то же самое. Им нравится это. У них глаза горят на это. Оперное пение – это всегда живой звук. Это работа с инструментом живым. То есть это не просто оркестровка, которая там, шарманка, скажем так, записанная. Это оркестр, это, ну, большая работа. Мне кажется, что это намного сложнее, чем петь просто, ну, скажем так, по псу. Может выйти любой, и, наверное, любой поет в нашей стране, вообще русский человек с русской душой. А оперное пение – это, в первую очередь, нужно иметь очень хорошую, не знаю, голову. Чтобы быть хорошим певцом, нужно, в общем, соображать. Хорошо мыслить. Да, потому что просто спеть бездумно, безмысленно, передать образ порой мы забываем. Вот даже когда мы выходим на академический экзамен, мы думаем о куполе, о позиции. Мы порой забываем об образе, который мы несем. А это все равно мы должны больше проживать каждое произведение, пропускать его через душу. Петь – это прекрасно, но петь и играть – это двойное наслаждение, двойное удовольствие, которое ты получаешь именно на сцене. Ничто не дает такого вот вдохновления, такой проникновенности, чувственности, как именно совмещение вокала и актерского мастерства. А есть ли у тебя какие-то трудности в обучении? Ну, сейчас, да, испытываю острые трудности в том плане, что я учусь в девятом классе школы и параллельно совмещаю обучение в музыкальной школе. И приходится планировать свое время, чтобы успеть выучить какие-то контрольные билеты, к зачетам подготовиться. Поддержка им еще, почему она важна, студентам нашим, потому что они живут далеко от дома, от родителей. Они вырываются порой в 17-18 лет, в 16 даже вырываются из дома, и, конечно, им очень сложно здесь. Это, во-первых, надо адаптироваться в чужой обстановке. Это надо привыкнуть к тому режиму, который у нас училища. У нас не режим не школьный совершенно, к чему они привыкают порой. И мы создаем все условия, чтобы они чувствовали себя все-таки как дома. Мама мне однажды, я сама из Калуги, я приехала домой с каникулы. Ну, я маме, конечно, пою, папа, значит, села на кресле. Я спела, мама так замолчала. Я говорю, мам, ну что, тебе понравилось? Ну, я посмотрела, ты поешь, как в радио. Вот у меня в детстве включали радио, и вот прям там оперный звук. Конечно, ну, естественно, она чувствует, что я начала меняться, что вначале, когда я уехала из дома учиться, я пела по-другому совсем. Сейчас я тоже, ну, заметен рост, это я росту. Своим кумиром я считаю Ирину Богачеву, потому что я считаю, что когда мой голос уже вырастет и дойдет до той нормы, до которой должна быть у оперного певца, он будет примерно похож с этой певицей. И мне нравится просто ее слушать и учиться с нее. Ну, конечно же, хочется совершенствовать и дальше свой вокал, совершенствовать и сценическое поведение на сцене, научиться управлять своими эмоциями, своим волнением, потому что не всегда это удается. Ну, и просто получать от этого удовольствие и наслаждение, потому что петь – это что-то сравнимое, не знаю, с каким-то душевным порывом, которое ведет дальше и дальше. Я считаю, что моя обязанность – это сохранить, продолжить, привить другим людям интерес к вокальному искусству, к исполнению и к слушанию музыки, именно вот вокальной, привить им любовь, интерес. Больше людей, большую аудиторию призвать к пониманию и любви нашего искусства. Главное – иметь стремление к тому, чтобы развивать свои способности, становиться более грамотной в музыкальном отношении, потому что многие педагоги с нами трудятся именно ради того, чтобы грамотно подходить к этому, профессионально. Я вам скажу одну вещь. Когда вот ко мне в класс приходит новый человек, и я говорю, давайте мы с вами посмотрим, что мы будем петь. И когда я им даю петь, они говорят, мне это нравится, я им даю второе, говорю, давайте выберем. То есть им все нравится, то, что нравится мне. Вы понимаете? Это значит, что? Это значит, мы работаем на одной волне. Мои дети и я. Как твои сверстники относятся к тому, что ты занимаешься музыкой, выступаешь в филармонии на сцене? Как они реагируют? Ну, на самом деле, я училась в музыкальном классе, в школе, у нас была школа с музыкальным уклоном, и поэтому все мои бывшие одноклассники, друзья, они тоже музыканты отчасти, и они, естественно, все понимают и поддерживают меня как могут. Также я занималась танцами, и оттуда друзья тоже связаны как-то с музыкой, и тоже меня поддерживают, тоже понимают. И вот ходили на концерт в филармонию и были просто потрясены. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ